С работами победителей и призёров конкурса можно познакомиться в библиотеке колледжа. Надо отметить, что ребята проявили активность, стараясь поразить членов жюри работами, выполненными своими руками. Так, первое место заняла совместная работа студента и преподавателя Александра Клейпикова, будущего электромонтёра, и мастера производственного обучения Геннадия Борисовича Спиридонова. Теперь каждый желающий сможет проверить свои знания по орденам и медалям, которые вручали во время Великой Отечественной войны. Данный стенд посвящается Великой Отечественной войне и её медалям и орденам. На данном стенде изображены медали и ордена, которые получали солдаты и военнослужащие в период Великой Отечественной. Данный стенд предназначен для уроков истории разных олимпиад, чтобы ученики или участвующие в данных олимпиадах могли показать свои знания. Этот стенд мы сделали вместе с мастером, с его помощью. Работа данного стенда заключается в том, что к каждому контакту сзади припаяны провода. Данный стенд работает так. Мы выбираем определенную медаль или орден, вставляем в него контакт. После мы выбираем правильный ответ из данной таблицы. Если светодиод загорается, значит ответ был правильный. Если контакт не в тот ответ ставить, то светодиод не заработает. Идея была взята уже с существующего стенда. Тот стенд был посвящен тематике дорожного движения. И наподобие его сделан стенд с орденами и медалями. Данный стенд пользуется спросом в основном у школьников, которые приходят проверять свои знания. Также учащиеся нашего колледжа тоже проверять свои знания в орденах и медалях. Работа была проделана достаточно большая. И работу нужно служить первое место. Валентина Малиновская приняла участие сразу в двух номинациях. До этого творческого конкурса она неоднократно принимала участие в городских дудинских чтениях. В прошлом году даже заняла третье место. Также пробовала свои силы в фестивале «Сей зерно». Поэтому и не побоялась выступить с произведением Михаила Дудина на сцене. А также подготовила со своей однокурсницей панно на стихотворении Михаила Александровича Снегири, которая заняла второе место. И мы с Авдеевой Снежаной на кружке «Волшебная ленточка» подготовили панно. Занятие этого кружка мы посещаем второй год. Поэтому решили выполнить панно из материалов, которые применяем на занятиях. Это фетр, фоамиран, бусины и проволока. Работа получилась яркой, необычной и заняла второе место. Я рада, что стала победителем на важном для меня конкурсе. И хочу пожелать всем, кто участвует в подобных конкурсах, удачи. В Фурманском техническом колледже дан старт мероприятиям, посвященным 75-летию со дня Великой Победы. Участники данных номинаций проявили творчество, проявили фантазию, проявили знания истории, интересных страниц истории, связанных с событиями Великой Отечественной войны, непосредственно в блокады Ленинграда, творчество Михаила Александровича Дудина, нашего поэта-земляка. Преподаватели провели большую воспитательную работу, подготавливая данных студентов. Работы победителей и участников данного фестиваля останутся в стенах нашего образовательного учреждения, в музее, библиотеке. И данная работа будет продолжаться, поскольку Великая Отечественная война охранит в себе много событий, и в нашем колледже планируется проведение цикла тематических мероприятий.